и вот наконец-то мы пришли в коровник мы снимали полтора дня сенокоз непосредственно козьбу непосредственно работу грабель непосредственно работу пресса теперь мы смотрим для чего это и для кого это все делается парни еще раз привет давайте поздороваемся константин вячеслав привет привет да значит давайте говорить о том как содержится ваши коровы какие коровы породы почему привязанное содержание куда деваете молоко куда деваете навоз и так далее и мы будем смотреть ваш корок и так вот первый вопрос почему все-таки привязанное содержание а что было то имеем что было то имеем что это значит какую ферму какая ферма нам досталась и и реконструировать под без привязь ну не получится при всем желании это маленькая ферма тут тут просто что есть то имеем на данный момент пока так сколько тогда голов и какие породы у нас всего поголовье 110 голов это у нас 36 35 36 голов черно-перстов пестрый галфстенизированных взрослых коров мы купили в ленинградской области там резали под нож хозяйства и нам удалось купить очень хороших продуктивных коров если мы посмотрим весь левый ряд стоит черно-перстый галфстин а правая сторона это 36 35 36 айшеров они нам достались телочками в возрасте года и мы их сами крылья осталось уже штучек 67 не покрытых уже заканчивается все первые к нам это уже 15 голов дойные него все дается уже с первого апреля грубо говоря и сколько всего дойных то получается сколько дойм 45 голов до и порядка 25 сейчас 25 литров до меня 25 не теле и ставить на подходе 18 не теле и 7 телок вот которые гоше ходят вонят станут не теле сколько молока то в день получаем 800 800 плюс-минус и куда деваем продаем переработчик данный момент переработчиком маленьким маленьким часто но насколько я понимаю работы по своей переработки уже идут по внедрению своей переработки да да а что планируется то делать там сыр и йогурт и самое самое главное это первое это творог и сметана творог и сметана главное да потом все потихонечку брынза дальше сыр сулугуни бог даст будут твердые сыры бог даст будем коптить понятно и продажи куда сейчас а до сказали переработчиком да то есть принципе вы сейчас не не заморачиваетесь особо с бытом на своем транспорте отвезли до переработчиков да есть есть круг круг лица заинтересованы в нашем молоке потому что молоко неплохое с него делают любую продукцию то есть молоко подходящее под сыр поэтому сильных проблем нету в продаже конечно цена какая цена то по какой цене сдаете изначально сдавали 30 32 рубля до 35 рублей сейчас две трети отдаем по 26 рублей по 26 рублей хорошо так упал то если честно понятно поговорим о кормлении вот мы сейчас находимся на кормовом столе я правильно говорю сено сюда как поставляется в рулонах да и раскидывается просто коробкам это вот та масса которую мы сегодня косили вот так грустная грустная масса который на поле очень мало но она приносит очень много молока грустно это чё она грустно это клевер вот этот ну мало ее да ну потому что второй укос насколько я понял да то что мы все чем заехать двухметровую осоку да как мы можем найти поля 2 метра накосить там 10 минут покосить и два дня будем кормить а вчера мы снимали это был первый укос то что собирали там где жирное такое понятно так про это помещение насколько я понял она вам досталось разрушенным или полу разрушенным что здесь были 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 стены потолок и крыша крыша в идеальном состоянии стены были хорошее состояние чуть-чуть мы штукатурили совсем немного открыт чердак маленько мы разобрали потолок чтобы в чердак надо чтобы в чердак у нас там видно что у нас есть какие-то щели и соответственно но какая-то вентиляция есть естественно вентиляция есть утеплителя конечно никакого нету то есть места нет видите голая крыша все это за лето сохнет хорошо в общем-то особых проблем мы пока не видим вентиляционные шафты у нас в плане они у нас в плане без них никуда не деться но видите мы приняли двор таким какой он есть и в общем-то акцентировали свое внимание на более такие нужные вещи все-таки стойло вода кормление сегодня это продувается в общем-то особых проблем нет но тем не менее вентиляционные шахты будем ставить план есть но вы сами видите отверстие есть то есть движение воздуха есть надо больше кратность воздухообмена должна быть больше коровы хотят много воздуха сделаем не утеплителя нету и не нужно и вода тепло в общем на корову достаточно такие согревают отдача тепла большая поэтому вот в данном коробнике нормально температура во первых высота потолка небольшая вторых высота бросаем прикрываете да просто это потому что все-таки 30 градусов мороза достаточно холодно на улице и но если вы видите ему все-таки плюсовой температуру поддерживать надо а поилки б молоко в трубе идет минуса быть не может у ферма такая по определению не было окон не было кормового стола да он был убит не было ничего железного не было никаких труб ну ничего не вот деревянный каркас ну и столбы эти стояли на деревянную каркасы то есть вы провели сюда водопоение провели молочный провод и забитой стоило до сделали да пол стоило в такой резиновый деревянный керамическая плитка пола пола и керамическая статки социализма задача была минимальными затратами зайти на ферму и запустить ее в общем то есть соответственно мы пытались использовать все то живое что было здесь восстановить подделать подмазать так тот при привязанном содержании у вас я вижу что животные в очень хорошем состоянии и если бы это именно перед нами было насыпано животным по животным все равно бы было видно что они в грязи стояли у вас животные чистые как часто убирается сейчас грязно они говорят убирается постоянно то есть это процесс непрерывный да то есть у нас и ночью и днем дежурят люди которые занимаются уборкой подсыпания в таком спокойном режиме но тем не менее мы стараемся посыпать потому что подстилка соответственно отсутствие и это мастит это дискомфорт для животного дискомфорт для человека который заходит на ферму соматические клетки безусловно в присутствующих молоке ну вот да о чем мы говорим за да да качество молока и мы себя позиционируем как молоко более чистое без запаха вы пробовали да мы еще попробуем да то есть мы не кормим силосом и конечно следим за этими вещами потому что с этого все идет но что значит следим это раз два дня или раз или два раза в день или как часто мы говорим очистки даже это восемь раз в день 8 раз в день 8 раз в день посыпания посыпание опилок я думаю что два три четыре раза в день зависимости от вот как состояние то есть этот человек прошел посмотрел надо подсыпал не надо да я бы у валентина николаевич попросил вас чтобы вы показали нам бока и попы коров что они действительно на самом деле коровы грязные дамы ну наверное трудно достичь совсем идеального на 7 варианта как бы да потом мы кормили сейчас немножко зеленкой ну такой период у нас был буквально то есть не сеном ну или это условно сена уже почти сена и соответственно корову испражняется немножко жиже и было грязновато не и не ребят но я вам точно говорю что у вас здесь мы по коровам же видно но мы сейчас это отдельно пойдем сейчас коров пойдем мы вам покажем несколько грязной которые даже стыдно показывать и мы по ним отдельный ролик то режем ах ты грязный ах ты грязный реально зимой сухое сено абсолютно сухое абсолютно на поселке нет нет на кормлении на кормлении мы эту зиму сидели полностью на сене и у нас конечно результаты коровы испражняется густым соответственно нет такого расплескивания разбрызгивания по носу этого нет и более-менее чисто вячеслав расскажите пожалуйста как устроен помета сборник куда все это уходит и так далее это навозный транспортер tsn2b но это старый совдеповский транспортер планчатый крепкий кованый навоз сгребается в лоток и дальше транспортером выгоняется в край двора где стоит наклонный транспортер который или что гоняет в телегу да то есть это обычные типовые вещи это бородой да этот этот лоток по транспортер был здесь и сам транспортер лоток был мы сохранили максимально как повторюсь уже все что было мы подремонтировали стойло пол лоток старый если видите немножко даже стертые доски и возможно мы где-нибудь осенью все это заменим и вот он работает как бы видите он работает год никаких проблем мы не знаем это достаточно надежная конструкция на несколько нет не современна но тем не менее она работает и в общем то никаких претензий у нас нет да да безусловно мы купили новый транспортер они есть и там на нас слободской делать завод это еще дело да они есть производстве в продаже это не сложные вещи стоимость наверное до 200 тысяч рублей новый как бы все работает вопросов нет а куда помет так 100 голов деваем навоз куда деваем от строго узнать мы навоз готовим на 8 мы складируем в поле ну по возможности его буртуем в куче и мы планируем носить конечно в землю то есть свои поля безусловно да мы хотим нынче сделать с навозом но одно-два поля то есть под весну под посев весенний мы хотим готовить это все соответственно навоз свозим но какой какой-то минимум мы продаем пик продаж осенью то есть есть кому продавать есть дачники есть жители деревень в округе ферм практически нету и соответственно навоз ну в некотором роде востребован больше чего под помидоры не так нельзя сказать да но тем не менее мы что-то продаем что-то продаем и в общем то какой-то такой вот вопрос вот вот идет да человек с лопатой грязь со скрипком проговорим про коллектив кто работает сколько человек как долго подбирали людей и так далее на сегодняшний день в штате 10 человек значит ну но на удаленке бухгалтер понятно что какие-то вещи ведет что иначе не бывает два механизатора три механизатора один на больничном три механизатора у нас который принципе закрывает все и заготовку кормов и обслуживание двора доярка одна подменная доярка которая имеет функции дать выходные там больничные основной до яркие занимается там уборкой не уборка скажем так мытьем посуды молочной и такими вот какими-то вещами хозяйственными хозяйственно-бытовыми и у нас два называемых техник по уходу за животными это дневной то есть днем нас парень дежурит и ночью что вы задачу входит в принципе в принципе вообще это основной человек который целый день здесь или целую ночь да он видит что происходит он поправляет корма он смотрит чистить навоз он смотрит что происходит с поением если корм если вода грязно ли чисто ли как себя чувствует животное ну на наш взгляд это основные люди ну что доярка пришла понятно увидела коров подоила утром вечером то этот человек он целый день здесь он видит все что происходит какая-то поломка бывает и соответственно ночью также поэтому мы возлагаем очень большие большую ответственность и как бы для нас это важные люди понятно то есть это старший по по ферме по ферме да потому что мы можем отъехать какие-то вопросы там административного характера в частности я запчасти привести еще что-то это человек здесь знает что как он позвонит каждый числа вот какие-то вопросы как сделать и закрывает вопросы да очень важно то есть мы скот стараемся не оставлять вообще без присмотра во-первых привез система такая она придет потому что корова завязана и сами видите все что угодно может быть но даже что-то как-то 15 проворонил потерял животное конечно очень серьезно вот такие ребята у нас есть до надежные следят за чистотой порядок вы сами видите да у вас очень хорошо на самом деле очень хорошо по крайней мере здесь запах то точно сено стоит вот это свеже свеже привезенного вот я про это и говорю что по коровам видно все стены можно побелить это ферма скажем так для вас первое а в планах есть еще что то давайте поговорим про планы в плане у нас да вы с соседнего отделения идет продажа его два года банкротства в 13 годом идет банкротства два года уже начались торги надеемся забрать там стоит готовая ферма полностью под ключ даже с резиной под коровой под коровами на 200 голов и еще на 400 голов которые надо как эту будет привести в порядок но пока загадывать рано ну планы есть по развитию я вот правда планы есть у нас три пути в этом году как бы у нас либо к новому году надо голов 20-30 продавать быков либо же пытаться их выгнать на улицу да как кфх герифор делает 3 3 вариант это мы заходим на новое помещение помещение если мы туда заходим то нам надо еще докупить хотя бы 50 80 голов чтобы они не замерзли в том помещении там помещение на 200 голов надо хотя бы 130 иметь а у нас лишних тут 40-50 голов у нас три пути на этот год какой путь пойдем еще как карта ляжет да понятно а я вообще слышал из вчерашнего разговора что поначалу сюда и не планировали нет то есть это так опять же карта легла да мы ждали мы ждали очередные торги вообще ждали торги этого хозяйства и нам объявили что вместо я не помню уже скольки там начала торгов они обещали 8 9 миллионов выставили там началось 25 потом кое-что оттуда вы бы убрали стало 13 и мы так немножечко приуныли и двинулись сюда чисто случайно потому что что-то хотелось делать да 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 была техника была техника за скот уже за эширом была предоплата внесена и они еще и поди каждый кормовой день приходилось платить да они росли платить и не приходилось как бы они тихонечко росли оплата происходит когда вы возишь 100 то есть все равно это да да то есть вот которую мы про бердина в которых мы наших разговаривали на теле да мы могли забрать по 300 килограмм а забрали по 600 вот так вот в два раза выросли а при цене 150 рублей за килограмм как есть как есть можно было отказаться больше всегда есть можно ничего не делать но это опять не наш это не наш люди больные